Добрый вечер. В прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня 2 марта. Остался ровно год до старта универсиады. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске новостей. Но начинаем по традиции с анонса. В Красноярск приехал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Вместе с руководителями региона он обсуждает меры по улучшению ситуации в краевом центре. У нас остается еще 19-20 годы, когда это все нужно уже заканчивать. То есть привести эту ситуацию, экологическую ситуацию в городе уже к нормальной ситуации, когда население это почувствует. За год до начала универсиады в Красноярске ее организаторы устраивают праздник для спортсменов и болельщиков. И сегодня же объявили о старте продаж билетов на соревнования. Мы очень надеемся, что все, кто по опыту даже других крупных мероприятий, все желающие смогут купить билеты и поболеть. В Красноярске назвали имя «Учителя года-2018». Победителя молодого преподавателя русского литературы Сергея Цветкова поздравили в родной школе коллеги и ученики. Самое главное быть просто интересным человеком, чтобы к тебе могли на переменах приходить, разговаривать с тобой. Наш собственный корреспондент в Каннске Леонид Юрков стал героем популярной программы Елены Малышевой. Теперь он знает все секреты передачи «Жить здорово». Удивило то, что сама Малышева я не ожидал. Она, оказывается, руководит абсолютно всем. На Красноярской ТЭЦ-1 начали сносить одну из четырех труб. Таким образом дали старт новому этапу модернизации самой старой в городе теплоэлектроцентрали, которая позволит снизить выбросы от этого предприятия в разы. За этим событием сегодня наблюдали глава нашего региона и министр природных ресурсов и экологии России, которые сейчас находятся в Красноярске с официальным визитом. Алина Штоколова с подробностями. Приступить к демонтажу, думаю, трубы номер один. Первые из полутора миллионов кирпичей самой старой трубы на самой старой ТЭЦ полетели вниз. Почти 70 лет назад их уложили здесь в полторы тысячи рядов. И теперь специалистам-высотникам нужно их разобрать. На это уйдет чуть меньше двух месяцев. Работать будут 25 человек и днем, и ночью. Чтобы не поднималась пыль, кирпичи сбрасывают внутрь реконструкции. Затем их вывезут на полигон. На месте этих трех труб высотой всего около сотни метров в ближайшие три года должна появиться одна, почти 300-метровая. По словам специалистов, на такой высоте всегда есть ветер, который будет уносить выбросы от ТЭЦ далеко от города. И гораздо лучше их рассеивать. Кроме того, снос старых труб ТЭЦ-1 позволит установить здесь электрофильтры. Изначально конструкция теплоцентрали этого не позволяла. Шахты были слишком узкие, всего 6 на 12 метров. При том, что сам фильтр размером 30 на 50. Теперь необходимое место появится. Таким образом, предприятие планирует значительно сократить выбросы. А значит, сделать воздух в Красноярске гораздо чище. Это даст приблизительно 85% по пыли результат. И общий объем 25% сокращения, так скажем, выбросов всех вредных веществ применительно к данной котельной. Что касается сроков, то, конечно, они могут сдвигаться, поскольку это вообще-то уникальная работа, которые не выполнялись у нас в стране несколько десятков лет. И в этом смысле реконструкция данной ТЭЦ является таким революционным событием. Оно дает своеобразный старт всей экологической программе, которую сейчас разрабатывают краевое и федеральное правительство вместе с предприятиями по поручению президента страны. В нее входит и ликвидация малых котельных, которые сильно загрязняют Красноярский воздух. Их мощности как раз собираются переносить на большие ТЭЦ. Для того, чтобы такую амбициозную программу предлагать, мы сами, конечно, должны соответствовать наилучшим стандартам. Поэтому для нас очень важно как можно быстрее начать и завершить эту работу. Экологическая программа, которую необходимо разработать до 15 июня, будет включать в себя решение многих задач. В их числе и транспортная проблема, и газификация региона, и работа с частным сектором. Именно для того, чтобы весь комплекс мер был максимально эффективным, сегодня в Красноярск приехал министр природных ресурсов и экологии страны. Мы договариваемся с тем, что в течение двух лет необходимо по максимуму здесь уложить все мероприятия. Я еще раз просто хотел бы отфиксировать, не только связанные с ТЭЦ один, но и с другими предприятиями. Вот как раз мы с губернатором сегодня обсуждали и говорили о том, что придется ускоряться. И, скажем, местные власти на это смотрят именно таким образом. И предприятиям. Без помощи госвластей в этих вопросах нам не обойтись, ведь именно там устанавливают объемы максимально допустимых выбросов предприятий. Кроме того, именно Сергей Донской объединит усилия сразу нескольких федеральных ведомств по контролю и надзору в сфере экологии. Поэтому визит министра в Красноярский край так важен для нас. Алина Штоколова, Максим Галат, новости. Сергей Донской также посетил КРАС, где ему рассказали о реализации экологической программы завода. Министры интересовали вопросы, внедряет ли красные лучшие доступные экотехнологии и как организован мониторинг выбросов. Как рассказали руководители предприятия, программа экологической модернизации работает с 2004 года. За это время завод почти вдвое снизил выбросы. Актуальные проекты рассчитаны на ближайшие 7 лет. Среди них перевод мощности на новую экологичную технологию производства алюминия, во внедрение несгораемого анода, который позволит исключить вредные выбросы в атмосферу, а также использование экологичного сырья. Затраты на эти мероприятия превысят более 30 миллионов долларов. Кроме того, министр оценил работу автоматизированной системы онлайн-мониторинга выбросов. Датчики установлены на одной из труб завода. Он отметил, что подобная система должна работать на всех крупных предприятиях города. Я понимаю, что это интересует всех, в первую очередь, для того, чтобы самим лично убеждаться и видеть. Мы договорились о сотрудничестве со специализированными подразделениями Минприроды в ЦАО по передаче вот этих данных. И планируем уже, наверное, первые результаты получить уже в сети госмониторинга к окончанию августа месяца. Комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской обсудил и с главой края Александром Усом на специальном совещании. Сюда же для обстоятельного обсуждения предстоящей работы были приглашены руководители федеральных и краевых ведомств в сфере природного надзора, представители Министерства энергетики России, Министерства строительства, научных институтов, а также крупных компаний, работающих на территории региона. Участники встречи обсудили сразу несколько направлений, по которым будет активизирована работа в рамках комплексной программы оздоровления красноярской экологии. Самое главное, что я хотел сказать, это выразить удовлетворение тем, что вот сегодня у нас находится федеральный министр, человек, который очень заинтересован для того, чтобы в короткие сроки поработать в Красноярске на результат. Оздоровление экологической ситуации в городе Красноярске должно стать моделью работы в области экологии для России. Красноярск заслуживает опережающего экологического развития, оздоровления, а когда речь идёт о двух-трёх годах, это действительно очень хорошие темпы. Без содействия федеральной власти нам, конечно, так быстро не удалось бы двигаться в этом направлении. И мы надеемся на содействие федерального центра и на то, что при формировании нашей заявки на 2019 год экологическая тематика Красноярска будет учтена, и мы значительную часть из требуемых денег получим. Одна из ключевых задач, которые мы сегодня обсуждали, это, конечно, то, как сделать все эти мероприятия наиболее эффективным, компактным, я бы сказал бы, потому что, понятно, растягивать, и я просил всех коллег, которые сегодня присутствовали на совещании, ни в коем случае не растягивать это мероприятие на длительный период времени. Нужно всё уложить, всю эту программу в течение двух лет, и для этого мы со своей стороны, я иду со федерального уровня, постараемся здесь отрегулировать ситуацию. Ну и плюс, конечно, я прошу и местные власти тоже здесь использовать по максимуму свои возможности для того, чтобы мы могли бы уже и в этом году какие-то решения реализовать, и, соответственно, у нас остаётся ещё 19-20-е годы, когда это всё нужно уже заканчивать, то есть привести эту ситуацию, экологическую ситуацию в городе уже к нормальной ситуации, когда население это почувствует. По мнению политиков и учёных, именно благодаря усилиям региональных властей удалось обратить внимание федерального правительства на экологические проблемы Красноярска и добиться комплексного подхода к их решению. То, что такой министр федерального уровня по экологии приехал в Красноярский край, значит, вот тот сигнал, который пошёл от региональной власти, он, что называется, точно достиг Москвы. И сейчас проблема будет не просто поставлена, а и разработана программа, и, я думаю, уже в ближайшее время жители нашего города увидят конкретные результаты реализации этой программы. Я бы, честно говоря, это рассматривал не как визит министра, который тут сам по себе решил приехать. Фактически он начал выполнять поручения, которые дал президент страны правительству по подготовке вместе с органами власти края и крупными промышленными предприятиями, которые здесь работают, программы, ну, мы бы так сказали, экологической реабилитации города Красноярска. Вот сегодня на совещании прям такие слова звучали. Старт продаж первых билетов и грандиозное шоу на театральной площади до начала универсиады 2019 ровно год. Подробности после рекламы. В прямом эфире новости. Большой праздник в честь универсиады проходит сейчас в Красноярске. Сегодня 2 марта и ровно год остается до начала всемирных студенческих игр. Шоу на площади у театра оперы и балета началось ровно в 7 часов вечера. А сейчас, буквально несколько минут назад, состоялась его кульминация – модное 3D-видео шоу или маппинг. Как это было? Какая атмосфера царит на площади? Надеюсь, сейчас мы все узнаем на прямой связи со студией мой коллега Сергей Сеславин. Сергей, вас впечатлило увиденное? Елена, добрый вечер. Продолжается на театральной площади сейчас концерт для гостей, кто еще остался. Здесь работает диджей. Музыку слышно на большом расстоянии. Хоть мы стоим по своей камере где-то в сотне метров от сцены, но я думаю, даже в наш микрофон слышно песни и музыку, которые здесь звучат. А вот масштабное маппинг-шоу, главное событие этого вечера, ради которого сюда, собственно, и пришла многочисленная толпа. Здесь, наверное, было больше тысячи человек, я думаю, даже где-то порядка двух тысяч людей здесь собралось. Маппинг-шоу, к сожалению, закончилось несколько минут назад. Но специально для наших зрителей мы записали небольшой фрагмент и сейчас попрошу его показать. На этой видеопроекции мы видели и исторические сюжеты, вроде строительства ГЭС. Кроме этого, конечно же, нам показали и саму грядущую универсиаду, до которой, напомню, остался год. В частности, это и церемонию зажжения факела универсиады. И примерно так она, скорее всего, будет выглядеть и в реальности, так же, как и сейчас на этом видео фрагменте. Но кроме того, что нам удалось заснять, было много других сюжетов. Это и презентация тех видов спорта, которые будут на универсиаде. Это и хоккей, лыжные гонки, ориентирование, шорт-трек. Также отдельный фрагмент во время «Мак-энд-шоу» в упасе совершенно просто Сибири, ее красотам. На фасад театра оперы и балета спроецировались леса, горы, снежные вершины. Этнические мотивы, сюжеты из культуры тех народов, которые населяют Сибирь. Кстати, в дирекции универсиады обещают, что и на самих студенческих играх Сибири будет примерно что-то похожее. Сейчас еще рассматривают варианты, как будет использоваться эта технология. Но для Красноярска это явно не последнее маппинг-шоу. Но, Елена, у меня пока на этом все. Мы еще остаемся на этом концерте. Вам слово. Спасибо, Сергей. Напомню зрителям о том, что праздник, посвященный универсиаде, проходит прямо в эти минуты у театра оперы-балету. И сегодня же стартовали продажи билетов на универсиаду. Болельщики уже могут приобрести пропуск на соревнования по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, биатлону, лыжным гонкам, керлингу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Сколько они стоят? Есть ли ограничения по количеству? И какие преимущества дадут заветные билеты? Узнавала Анна Московских. Это макет билета на зимнюю универсиаду в Красноярске. Первая партия 30 тысяч штук уже поступила в продажу. А всего зрители смогут приобрести 380 тысяч билетов на соревнования, а также церемонию открытия и закрытия всемирных студенческих игр. Продавать их будут партиями, чтобы избежать спекуляций. Каждый человек сможет купить не более 49 билетов на все мероприятия, из них на один вид спорта не более 10. Пока продажи доступны только онлайн, на официальном сайте Красноярской универсиады. Они потом появятся обязательно в кассах, в главном билетном центре и на площадках. Поэтому мы очень надеемся, что все, кто по опыту даже других крупных мероприятий, все желающие смогут купить билеты и поболеть. Сейчас продажа идет на соревнования по 8 видам спорта. Горным лыжам, сноуборду, фристайлу, биатлону, лыжным гонкам, керлингу, хоккею с шайбой и шорт-треку. По ним уже известна соревновательная программа. С 1 июня можно будет купить билеты на хоккей с мячом, спортивное ориентирование и фигурное катание. Бесплатно пройти на соревнования смогут дети до 5 лет без предоставления отдельного места. Цена билетов на спортивные сессии у нас начинается от 100 рублей. На церемонию открытия, закрытия от 1500 до 7. Самая высокая цена на спортивные мероприятия, это финалы, полуфиналы и 1000 рублей. И представители дирекции, сами спортсмены надеются, что свободных мест на трибунах не будет, ведь развернутые флаги, кричалки и аплодисменты важны для всех, кто выходит на старт. Я поднимаюсь на снегоходе, когда я прохожу следующий круг, я думаю об этом. Заряд эмоций просто переполняет. Во мне энергии столько. Это на самом деле болельщики. Это честный, эффективный допинг для спортсмена. Кстати, заветный билет даст своему обладателю еще одно преимущество. По нему в день стартов можно будет бесплатно проехать до места соревнований на общественном транспорте. Анна Московских, Денис Тимошенко. Новости. Криками восхищения встречали сегодня олимпийского призера в Красноярском аэропорту. Участники игр вернулись из Южной Кореи. Как принимают спортсменов на родине в сюжете Марии Антишевой. Поздравляем! Поздравляем! В новом терминале Красноярского аэропорта скелетониста Никиту Трегубова обнимают близкие. 23-летний студент СФУ привез на родину серебряную медаль. Поздравить его пришли и глава краевого Минспорта, и сокурсники, и болельщики, и коллеги из Академии зимних видов спорта. Но больше всех юношу, конечно, ждала семья. Поздравляем! 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 Очень всегда переживала за него. Без валерьянки необходимость, без слез. И сейчас это уже близко. Ну, очень, конечно, первых два заезда меня, в общем-то, трясло. На третьем я взяла себя в руки, и я была настолько спокойна, и думала, точно, он победит, и он победил. А накануне Никита Трегубов был в Москве. Там президент России Владимир Путин вручал награды победителям и призерам Олимпийских игр. Красноярец получил от главы государства медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Мы смогли, я надеюсь, доказать, что нас не сломит ничем, при том, что у нас отобрали много чего, и у нас вообще тренеров не было. И мало кто верил в нас из международной арены, но мы смогли доказать то, что мы сильные, и нас не сломить. Сегодня наших спортсменов поздравил временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Рус. Он расспросил их о впечатлениях от игр в Корее. Олимпийцы единогласно ответили, что Сочи-2014 намного превосходили их по уровню организации. Потом глава региона и олимпийцы обсудили предстоящую универсиаду. Если бы не было у нас спортсменов такого класса, как вы, то я уверен, что право на проведение универсиады Красноярский край бы не получил. Поэтому и вы, и ваши друзья, те, кто являются спортсменами такого класса, вы фактически двигаете Красноярский край вперед, и не только по части спорта, но и в плане его развития в целом. На игры в Корею ездили 20 красноярцев. Среди них сноубордистка Алена Заварзина, которая заняла четвертое место в дисциплине «Параллельный гигантский слалом». Екатерина Лобова, Надежда Морозова и Валерия Павлова из красноярской «Бирюсы» вошли в женскую сборную России по хоккею. В этот раз она заняла четвертое место, самое высокое в своей истории. Причем отдыхать после Олимпиады у большинства спортсменов времени нет. Многие уже разъехались по другим состязаниям. А «Бирюса» сегодня провела свой очередной домашний матч. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Новости. Кто стал учителем года в Красноярске и какой приз получит лучший педагог, расскажем через пару минут. В эфире новости мы продолжаем. Управление Роспотребнадзора по краю и Главное следственное управление Следственного комитета начали проверку по факту массового отравления воспитанников Красноярского кадетского корпуса. Напомню, накануне у 45 учеников 5-6 классов были обнаружены признаки пищевого отравления. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело. Сейчас допрашиваются повара и воспитатели. В столовой изъяты образцы еды. А в Роспотребнадзоре уточнили, что в 25 случаях обнаружена вирусная кишечная инфекция. Состояние детей удовлетворительное. Занятия в кадетском корпусе продолжаются. По выявленным нарушениям санитарного законодательства возбуждены дела в административном правонарушении. Ситуация находится на контроле. Организованы все необходимые противоэпидемические мероприятия, включающие в себя как осмотр детей, контактных, выявление, если будут новых случаев, и проведение дезинфекционных мероприятий. Сейчас устанавливаем причину и говорить пока, кто послужил источником инфекции, пока преждевременно, до получения результатов лабораторных исследований. Ситуация двоякая. С одной стороны, дети говорят, что в питании иногда были недостатки, то есть оно было недостаточно вкусным. Вечером, накануне, когда дети ужинали, на ужин у них был кефир, который, в общем-то, как любой молочный продукт, мог быть не свежим. Кроме того, сейчас сезонная инфекция гриппа, и симптомы, с которыми дети обращались к врачу, они схожи с симптомами энтеровирусной инфекции. На Красноярский экономический форум в этом году приедут гости из более чем 30 стран. Ожидается большая делегация из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Индии. Участие зарубежных экспертов и общую повестку форума сегодня обсуждали члены организационного штаба. Одной из центральных тем КФ-2018 станет проект «Инисейская Сибирь». Он должен объединить в общеэкономическое пространство «Красноярский край», «Хакасию», «Тыву». В планах для развития продвижения этой экономической стратегии привлечь большое количество специалистов из самых разных областей, что уже создаст новые рабочие места. Речь идет не только о промышленной кооперации, хотя и о ней тоже, но и о научном сопровождении проектов, о обеспечении кадрами и так далее. То есть эти вещи должны складываться фактически в идеальном варианте вот сейчас, когда эти проекты планируются. Среди ключевых тематик будет развитие инструментов инвестиционной политики, прежде всего в интересах развития крупных проектов, которые локализованы на таких территориях, как Красноярский край, Республика Хакаси, Республика Тыва, то, что мы называем «Инисейской Сибири». На Красноярской АГС сегодня запущен модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом. Махину весом 244 тонны устанавливали в течение нескольких месяцев. Чем новые агрегаты лучше и как они помогут в улучшении экологии в крае, расскажет Ярослав Цимбал. Поворот маленького ключа запускает вращение огромного рабочего колеса на гидротурбине. Это действительно торжественный момент, ведь это первый агрегат таких масштабов, замененный на Красноярской АГС. Вдохнуть жизнь в тяжелую машину выпала честь Евгению Коршуну. Каждое рабочее колесо, оно по-своему уникально, для каждой станции оно изготавливается на заказ. То есть это первые колеса для нашей станции, больше таких нигей нет. Ну, поэтому есть какие-то сентиментальные чувства. Этому моменту предшествовали 160 дней установки оборудования. Не менее сложной частью была и доставка двух колес весом 244 тонны каждая из Санкт-Петербурга. Водный путь составил около 6000 километров. У нас все колеса изначально были изготовлены в Санкт-Петербурге, тогда еще в городе Ленинграде. Старые рабочие колеса у нас были 14 лопастей, на этом 13 лопастей. То есть оно меньше лопастей, но форма лопастей изменена, площадь лопастей изменена, и, соответственно, там профиль изменен. То есть за счет этого забивается выше КПД. Рядом, в своей очереди, ждет еще одно такое колесо, замену которого начнут в сентябре этого года. Всего на Красноярской ГЭС работает 12 таких агрегатов, и все их планируют менять постепенно, повышая энергоэффективность предприятия. Модернизация на Красноярской ГЭС идет в рамках программы «Новая энергия», которую компания «Евросибэнерго» проводит на всех сибирских ГЭС. Планируется, что к 2019 году гидростанции увеличат производство экологически чистой электроэнергии на полтора миллиарда киловатт-час за год. По подсчетам экспертов, это сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 миллиона тонн в год. Это первое колесо, которое достали из недр Красноярской ГЭС. Оно проработало бесперебойно 50 лет, и это еще не предел. Теперь его планируют установить на территории предприятия в качестве памятника Красноярской гидроэнергетики. Ярослав Цымбал, Александр Ермошенко, Новости. В Красноярске сегодня назвали победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018». Им стал преподаватель русского языка и литературы, лицея номер 9 Сергей Цветков. Чем он покорил своих учеников, коллег и судей, расскажет Роман Вяземский. В 15-й раз в краевой столице прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». За все время в нем приняли участие более полутора тысяч красноярских педагогов. На звание лучшего по профессии в этом году претендовали 66 преподавателей. Более половины участников, конкурсантов, это молодые учителя, которые действительно уже достигли определенного уровня квалификации и профессионализма. И они имеют хорошие, серьезные амбиции для того, чтобы реализовать свои возможности, показать свои навыки, умения. Победителем и обладателем подарочного сертификата на 300 тысяч рублей в этом году стал 26-летний Сергей Цветков, учитель русского языка и литературы Красноярского лицея номер 9. В родном учебном заведении коллеги и учащиеся встречали его как героя аплодисментами и поздравлениями. Учителем Сергей работает уже пятый год. Признается, что с детства хотелось всех поучать, наставничать. С улыбкой, вспоминая то время, уверенно говорит, что находится на своем месте. А победа в конкурсе – лишь подтверждение этого. Самое главное – быть просто интересным человеком, чтобы к тебе могли на переменах приходить, разговаривать с тобой о кино, о том, что сейчас происходит в стране, о том, что ты вообще, чем ты можешь поделиться. Ну, о музыке, о живописи, о стихах и просто о чем-то поговорить. И тогда ты просто ребенка, по сути, захватываешь к себе, и потом уже с ним легче работать, и ему интереснее с тобой работать. На уроках у молодого преподавателя всегда интересно. Ученики активно включаются в работу, защищают свои идеи, высказывают предложения. Становится очевидно, что дети общаются с педагогом на одном языке. С подходом у него к детям очень хорошо. Также он очень позитивный и никогда не унывает. У него есть какое-то своеобразное настроение, что он может делиться с ним в окружающей, с детей, с окружающими, естественно. Может заряжать энергию новой. И, конечно же, он очень добрый по отношению к нам. Методики не работают у человека, который не умеет и не любит детей. Вот как раз он умеет с ними общаться. Он увлечен. Азарт – это главная его черта. После победы на муниципальном уровне Сергей готов побороться за звание лучшего на региональном этапе, который стартует уже в апреле. Далеко на будущее загадывать не хочет. Но не исключает своего участия и в главном всероссийском конкурсе «Учитель года-2018». Роман Вяземский, Павел Пателицын. Новости. Футбольный НС открывает сезон. Когда команда проведет первый матч на домашнем поле, расскажем после рекламы. Вы смотрите новости. Собственный корреспондент нашего канала «Афганский» Леонид Юрков выступил на федеральном телевидении. Он стал гостем программы «Жить здорово». Там он рассказал о герое своего репортажа, человеке, который провел в тайге почти четверо суток без еды, воды и огня и сумел выжить. Напомню, в начале февраля мы показывали материал о том, как мужчина заблудился в лесу в Дзержинском районе и следующие четыре дня непрерывно шагал по тайге. Все это время его искали полицейские, а нашли уже почти без сил и с обморожениями третьей-четвертой степени. До сих пор он находится в больнице. Эта история заинтересовала и федеральных журналистов. Поисков его нашли. Была одна единственная зажигалка у него в кармане, и та замерзла, он не смог ей воспользоваться. И понял, что единственный способ выжить – это идти. Сколько было градусов? Как нам потом рассказали полицейские, которые его нашли, морозы опускались до минус 46 градусов. Удивило то, что сама Малышева, я не ожидал, она, оказывается, руководит абсолютно всем. Абсолютно весь процесс построен именно на ее руководстве. То есть она руководит полностью съемочной группой и группой редакторов. Что лично меня удивило еще в этой передаче, то, что она реально очень сильно завязана на реквизите, на абсолютно разном каком-то непонятном мне показалось бы с первого раза реквизите. Это были огромные сосуды, стенки сосудов высотой в человеческий рост, бегающие микробы, люди в костюмах. Футбол возвращается в Красноярск. В воскресенье 4 марта наши ребята выйдут на первый в этом году матч. Встреча начнется в 17 часов в футбол арене Енисей. Соперником станет Курский авангард. В перерыве футболисты провели несколько сборов. Сыграли товарищеские матчи как с российскими, так и с зарубежными командами. Как отмечают в клубе, результат этих матчей не имеет принципиального значения. Главное наиграть новые схемы и вписать в них новичков команды. Во время перерыва Енисей усилился четырьмя футболистами. Это вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Все они включены в заявку и при необходимости могут помочь команде уже в это воскресенье. Галкипер Нестеренко играл раньше в Рубине. Хороший вратарь, тренер вратарей Валерий Семенович Клеменов давно за ним следил. Его задача была найти хорошего, даже не второго номера, а чтобы первому номеру была серьезная конкуренция. Александр Жиров центральный защитник. Играл раньше в том числе в Анджи, в Краснодаре. Шамиль Гасанов это человек универсал в этом плане. Он может как сыграть в опорной зоне, опорным полузащитником, так и также может сыграть в центральной линии защиты. Соответственно, в зависимости от ситуации, от количества травмированных и так далее. Это тоже очень хорошее и интересное приобретение. Ну и Марк Абрадович, это сербский нападающий, который, собственно, призван усилить нашу атакующую линию и без того достаточно хорошую и насыщенную. На этом наш выпуск завершен. В 21.30 смотрите на нашем канале комедийную мелодраму «Почти замужем». Сообщайте свои новости по телефону 236-0136. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете – enisei.tv.